Продолжение следует... Впрочем, в 21 веке эту задачу все-таки удалось решить. Ученые из Пущино придумали, как превратить стандартный флюоресцентный микроскоп в наноскоп. Если эти точки каким-то образом заставить светиться по очереди, и светиться каждую достаточно долго, чтобы ее можно было зарегистрировать в виде отдельного пятна, то это ограничение снимается. Для того, чтобы эксперимент удался, пришлось немного модернизировать микроскоп, чтобы добавить дополнительный лазеросветитель. Именно он заставляет молекулу светиться по очереди, а не одновременно. Затем процесс вспыхивания и угасания снимается на видеокамеру, после чего готовые картинки накладываются друг на друга. Должен повторяться сотни раз как минимум, но при сотнях раз получится разрешение, как у обычного оптического микроскопа. А если тысячи и десятки тысяч раз, тогда разрешение практически не ограничено. В результате получается масштабная картина со множеством четких молекул. Именно высокое разрешение, говорят ученые, позволяет сделать много открытий, важных в первую очередь для обычных людей. Сейчас не существует как таковых методик для определения безопасности наночастиц. И большое значение сейчас имеет определение локализации наночастиц в той же клетке, в ткани, возможность вывода наночастиц из организма, не задерживаются ли они в печени, почках. То есть до сих пор поведение наночастиц в организме человека оставалось загадкой, как и последствия их использования. Возможно, теперь одной загадкой станет меньше, а средства с приставкой «нано» будут более понятными и безопасными.